Музыка Проходите, двойки дорогие Давай, рассказывай Здесь у нас комната В ней проживают бездомные Здесь у нас перегородка Вторая комната Это в основном спят У нас инвалид спала, потому что от нее запах Там памперсы Вот она спала за той перегородкой Вот Колясочница, сюда мы привязывали коляску Здесь мы лишние вещи Ну конечно вещи все сыреют От дождя Ну по крайней мере не капай А как? Спать Местные-то вас не трогают? Нет, сегодня ночью какие-то Эй, как закричали в 4 часа утра Я как-то похватилась А так нет Не трогают нас А жители местные хоть как-то помогают вам Подходят, да Предлагают, что вам принести Водичку там или что-то То есть Они входят в положение Входят в положение, да Местные очень многие поддерживают Конечно есть разные люди взглядов Но тем не менее Пытаются То есть люди добрые все-таки здесь Да, люди добрые Они понимают, что в стране такой дальше жить так нельзя Вот у нас картинки Видите, как мы Моя любимая Сережа Удальцов Сережа Удальцов Как всегда Здесь у нас Навальный Где, где, где? Вот Навальный у нас Вот А здесь у нас Моя любимая Листовка О том, что когда права Становятся бесправными Сопротивление становится долгом Вот Так мы живем Это место обоев у нас Вместо того, чтобы Как бы мы остаемся с протестом Мы остаемся здесь С народом Вот Конечно, очень обидно было, когда слышали на манежку А я не могла пойти Потому что здесь не бросишь Я даже Жанна с ума сходила Вот Хотелось быть с народом Я считаю, что люди должны приходить к нам Кругом Обязательно проведывать нас Потому что мы делаем большое дело для страны Протест Наш Несет большое Для людей, которые остались бездомные Без жилья, без работы Они все должны Поднимать свои вопросы Выжить и купить жилье в наше время невозможно Путин говорит о том, что Приоритет многодетным А в результате два месяца Многодетная мать Девять лет бездомная И нету закона Чтобы мне решить вопрос по закону У нас здесь собрались граждане Которые по той или иной причине Бесправные Ихние проблемы Никто не хочет решать Пишут отписки И они уже дошли до отчаяния И сидят здесь Вот, например, у нас есть Турана Варжабетян Она, как инвалид, получила вместо коммуналки Трехкомнатную квартиру Ну, человек, доведенный до такой квартиры Которую она получила До отчаяния, что она просит назад коммуналку Потому что квартира Невозможно в ней жить Холодно и все такое Есть инвалид первой группы Ким Людмила Петровна Которая ветеран Великой Отечественной войны И которую сняли с льготной очереди На жилье Она приходит каждый день В 81 год ей Сидит с плакатом И требует решения своих прав Есть у нас такая Татьяна Кукса Инвалид первой группы Она член Единой России У нее были льготы на операцию Ее повезтили в клинику И куда-то эти квоты делись Вот Потом сказали, что ей операция не положена Но, правда, Единая Россия Очень хорошо к ней отнеслась Ее отправили Приехал сюда министр финансов Мы лично ее посадили в скорую Вызванную И отвезли в шикарную клинику Там на два человека С телевизором Клиника хорошая Ну, вот вчера прошел слух Что ее хотят оттуда выписать Так как у нее нет денег Но это еще слух Ничем не подтвержденный Вот Ну, мою историю уже рассказывать не надо Все знают Я единственное хочу сказать Что мне ответить Единственное, что за два месяца Мне предложили Это сдать моего ребенка в приют Социальные службы Рязанского проспекта Что Вам жить негде Давайте сдать вашего ребенка в приют Значит, получается В Российской Федерации По закону моему ребенку Жить в семье не положено По закону невозможно Решить вопрос Когда в России Стоят множество пустых квартир На продаже И никто уже и покупать у людей Денег нету Стоят они пустыми А решить вопрос Легче Сдав ребенка в приют Как будто бы в приюте Моему ребенку будет лучше Вот Больше Какой-то шанс Больше ничего мне не предлагали Сказали, что по закону Мне ничего не положено Вот Девять лет оставалась Бомжом И оставалась Сейчас я хочу Попробовать От Коль они принимают Такие законы Они же Как бы Партия власти Они законодатели И они позволяют себе Принимать такие законы Когда тратятся На зимние олимпиады Бешеные деньги А в стране бездомные Остаются дети Старики И все остальное Я вот сейчас хочу Чтобы меня прописали По этому адресу С моей семьей С моими детьми Ну и будем Как-то уже что-то делать Хоть какая-то прописка будет Потому что мне нужна Инвалидность оформлять Мне нужна поликлиника Мне нужна после инсульта С 24 числа Я опять Объявляю голодовку 23 я приглашаю Всех сюда На чаепитие Вот последняя Перед голодовкой И довожу До их невостредения Что если Мои вопросы Не будут лишены И так как они Зная Предупреждены О голодовке Обязаны предоставить Мне Чтобы меня Контролировал врач После моих Тяжелых заболеваний Это очень опасно Для моей жизни То они несут Ответственность Уголовную уже За оставление В безопасности Да И плюс Еще Что я Даже придется Так Что в моей жизни Мои дети Останутся бездомными Еще и без матери Потому что Я не в состоянии Жить Я не тот человек Который может жить Быть кому-то обузой Я понимаю Что я для своих детей Стала обузой Им нужно выходить Замуж Им нужно Своей семьи Они нянчатся С больной матерью Еще и маленьким Ее сыном Вот Я себе Такой роскоши Позволить не могу Поэтому мне Придется здесь Сидеть до конца И если Моя жизнь Уже будет Действительно Мои дети Потеряют и мать То я прокляну Их всех До седьмого колена Всю и весь их род А проклятие Матери бездомной Доведение Или отчаяние Это самое страшное Ихние дети И внуки Будут прокляты И будут жить Такой жизнью Как жили мои дети Восемь лет Я уже не знаю Что мне делать И как бороться Вот С тем Что с произволом Я потеряла квартиру Восемь лет назад Все Что я делала За эти годы Мне никаких Положительных Дивидендов Мне это не принесло У меня Также Нет квартиры Я скитаюсь По всей стране Почему Шесть лет Уже ведется Уголовное дело Которое не расследуется Потому что В этом уголовном деле Замешаны Высокие чины Все Все мои Просьбы Требования Заявления В Генпрокуратуру В следствие Заканчивается Только одним Делается Отыскивается Разыскиваются Мошенники Вернее Не мошенники А как они Разыскиваются Устанавливаются Личности Которые Украли у нас Деньги Если сто человек Говорят Что украли Их два человека То Следствие Должно было Их найти За шесть лет Ничего не делается И доведенное До отчаяния Я вот посмотрела Как борются Эти женщины И я решила Присоединиться К ним Ну Потому что Больше другого Вот решения Как получить Хотя бы обратно Своё Собственное Жильё По какому-то Я не знаю Закону Потому что Судья мне говорит Например Исходя из Своего внутреннего Как бы убеждения Она говорит Что Ну Воруют у нас Вот квартиры Ну вы понимаете Но Всё по закону Какие законы У нас делают Какие законы Вот эта правящая партия Предлагает Если предлагаются законы У нас скоро Наверное закон будет О том Как нам правильно Сесть на унитаз Но у нас нет закона По которому Гражданин Может вернуть Своё собственное жильё Вот у меня было жильё А теперь у меня нет И нет такого закона По которому Я могу это сделать Я представляю Здесь свою сестру Инвалид И в настоящее время Она находится На стат с лечением Дзержинской городской больницы В травматологическом отделении Мы являемся Внучатыми племянниками Маршала Советского Союза Баграмяна Моя сестра Лишь Мою сестру Представив суд Сфальсифицированные доказательства Люберецкий городской суд Судья Трифонова Вынесла решение На основании этих справок И лишила её жилья То есть жильё перешло К предыдущему К человеку Который продал ей эту квартиру Пока мы возбуждали Уголовное дело Не возбуждали нам Вернее В Люберецком следственном отделе Уголовное дело По фальсификации Квартира была Четырежды перепродана В настоящее время Её выселяют Инвалиды Онкологически больного Выселяют из этой квартиры Без предоставления Жилплощади Бастрыкин Александр Иванович Усмотрел состав преступления Однако ГСУ Московской области Проволокитив Это уголовное дело Целый год Прекратило его В связи с малозначительностью Преступления То есть установлен Что Экспертиза установила Что этот человек Который иск подал в суд Он фальсифицировал Эти доказательства Его рукой там написано Тем не менее Пришла свидетель Которая дала показания Где они все эти документы Доставали По чьему указанию Всё равно Они прекратили Это уголовное дело Арест на квартиру Не наложили Что способствовало тому Что вот четыре собственника За год Поменялись в этой квартире Последний собственник К квартиру смотреть Не приходило Все собственники Предыдущие Которые несколько раз Перепродавали Передаривали эту квартиру Остаются в этой квартире Проживать Остаются зарегистрированными Единственные Кого выселяют Это мою сестру И ее дочь Студентку И нигде мы Правды добиться не можем Ни в ГСУ Московской области Где руководитель сказал Что меня Аня попросила Чтобы я на вас Надел наручники Он надевает наручники Не на лиц Которые фальсифицируют Доказательства А на человека Инвалида Который написал Заявление Что имеется факт Фальсификации И вот это Аня Впоследствии Перепродавала Эту квартиру И сейчас Она ходит Как представитель Последнего Собственника И ломает замки Высаживает Меняет двери И вот Инвалид Бесправный Никто на его защиту Не встает Скажите А что вы теперь будете делать Какие ваши действия Мы пытаемся Вот сейчас Подать Нападали На пересмотр Заявление На пересмотр Уголовного дела Гражданского дела Первого В связи с тем Что Как вновь Открывшиеся обстоятельства Как имеется факт Фальсификации Доказательств Но вот Параллельно Идет у нас Выселение Причем Это уголовное дело Там Усмотрел Преступление Александр Иванович Бастрыкин Он усмотрел А вот Его подчиненные Почему-то Считают Что там Состава преступления Нет Для чего Они возбуждали Уголовное дело Непонятно Господин Воробьев Я вас Очень прошу Помогите В создавшейся Ситуации Инвалиду Ну я даже Вот Я вас Очень Очень прошу Чтобы это Беззаконие Не длилось Это с 9 года Она Больной человек У нее здоровье И без того Подорванное Мы уже Не знаем Куда Обращаться Потому что Мы Прокуратура Московской области Никак не реагирует Они мало того Мы С февраля Месяца Написали Жалобу На постановление Они нас Обманывали И говорили Что еще решения Нет Только в мае Месяце Нам сказали Что решение Не вынесено еще А когда я 17 мая Пришла На прием Ворвалась На прием К заместителю Руководителя 15 управления Контроль за следствием Они мне дают Ксерокопию Датированную 5 апреля 13 мая Говорят Что ничего Не принято А 17 мая Датированные 5 апреля Дают Ксерокопию Вот Непонятно Все это Прокуратура Которая Призвана Защищать Права Граждан Тем более Инвалида Вот так Поступают Мы вас Очень Просим Обратить На это Внимание Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует